О самогате восьмилетняя Соня мечтала давно. Бюджет семьи ограничен, а такие покупки обычно копят несколько месяцев. Порадовать дочку этим летом получилось неожиданно. Помогли президентские выплаты, рассказывает мама Соня Евгения. Когда узнала о выплатах президентских, я как раз поняла, что буду выплаты делать, тратить на кроватку. Мы нашли кровать и поняли, что еще остаются деньги, около двух с половиной тысяч, трех, наверное, и приобрели еще самокат ребенку. Президентские выплаты многим пришли уже 1 июня. На сегодняшний день их получили 350 тысяч алтайских семей. Мы провели свой мини-опрос и узнали, что в основе своей родители тратили деньги на детскую мебель, компьютеры, самокаты и велосипеды. К слову, именно с 1 июня в магазинах отмечают настоящий велосипедный бум. В день продают по 40 штук. Очень сильно повысился спрос. Примерно в два раза по сравнению с прошлым сезоном. То есть реально не успеваем иногда даже собирать велосипеды, выставлять их. Забирают прямо в коробках. А вот отец двоих детей рад бы купить детям велосипед, но размер президентских выплат не позволяет. Это не такая большая сумма, чтобы можно было что-то на нее приобрести. За время самоизоляции моя семья накопила долги по коммунальным платежам, по ипотечным выплатам. Сами выплаты не были просрочены, но приходилось занимать у более, скажем так, зажиточных друзей, родственников, чтобы расплатиться с банком, с коммунальными службами. Более того, в социальных сетях люди пишут, что 10 тысяч хватило лишь на одежду детям и продукты. Купили хлеба и наелись вдоволь. Купить хлеба, покрыть долги могут и другие семьи, которые еще не получили выплаты. Оставшиеся у нас 10% граждан, которые к нам могут обратиться. Сроки обращения до 1 октября. Но ждать не нужно. Можно обращаться уже сейчас. Это сделать довольно просто. Представлять дополнительных документов никаких не нужно. Достаточно оформить заявление на едином портале государственных услуг. Кстати, на днях в Совете Федерации прозвучало предложение. Подобные выплаты начислить и семьям, где есть школьники старше 16 лет. Ведь они тоже находятся на попечении родителей и нуждаются в поддержке. Валентина Аскерова, Илья Халяпин, Алексей Фризин. День с толком.